здравствуйте мои дорогие друзья мои подписчики и так вы на канале романа головина сегодня хотел бы рассказать и поговорить с вами о цель на зерновом хлебе когда был на сыроедении и когда только начинал сыроедение я видел только одну дорогу все все должны быть сыроеды фрукторианцами праноедами после того как мы начали с анастасии с моей дочерью заниматься ченнелингами контактировали с высшим разумом то я понял что есть разные виды питания и до сих пор есть люди которые должны находиться на съедении есть люди которые должны находиться на веганстве вегетарианстве сыроедении фрукторианстве очень мало людей которые могут в этой жизни быть на праноедении хотя даже не могут перейти побыть какое-то время и все равно откатиться потому что будут проблемы большие со здоровьем поэтому это очень важно так вот сам по себе хлеб как бы да в современном его изготовление то что нам дает завода он вреден то есть его лучше вообще не есть если вы сами будете изготавливать по старинным каким-то русским рецептам кавказским там каким-то местным своим рецептом в каждом регионе в каждой стране где вы живете естественно этот хлеб он гораздо будет полезнее тот же цель на зерновой хлеб которым сегодня больше пойдет речь то считается что происходит не обработанные зерна не убирается наружный слой и остаются все полезные компоненты опять же есть данные что не всем подходит зерно то есть лучше некоторым людям его не использую некоторые даже есть энергии и так далее глютен есть разные виды хлеба помимо того что есть цельнозерновой хлеб есть обычный хлеб во первых они из различных видов муки делается есть с проростков делается с добавлением различных компонентов с дрожжами без дрожжевой хлеб есть вообще фитнес хлеб он вообще без муки делается есть вообще сырорический хлеб я сегодня не буду вам подробно разбирать где что находится иначе 25 лекций будет в интернете очень подробно это все есть я сегодня хотел с точки зрения именно видов питания рассказать кому можно есть кому нельзя есть вот и стоит ли фанатеть как бы то что я не ем я ем и так далее то есть такие моменты уже с точки зрения человека который все это прошел не один раз вот и понять и рассказать некоторые нюансы чтобы вам более понятно было всегда можно плюсы найти то есть люди которые сидят все скажут ребята да вы что там в хлебе очень много полезных веществ различные витамины группы b цинк там железо то металла до витамины может быть группа ей так далее то есть много могут найти чего там полезно все будет зависит наполнителя чем меньше наполнитель не в хлебе тем более он полезный чем больше различных наполнителей там сахар соль там добавки допустим различные е там стабилизатора различные даже в хлеб обычно добавляют такие различные компоненты которые очень очень плохо сказываться особенно люди которые не идут не кушать животные продукты то есть белковые отходы птичьи перья щетины и даже волосы вот поэтому надо понимать что вы едите что находится в хлебе если брать цельнозерновой хлебом без дрожжевой идет зерно не очищена там больше сохраняется витаминов минералов вот если брать какой-то фитнес хлеб там еще более полезно если там брать какой-то веганский хлеб сыроедческий он еще более полезный и опять же если есть возможность его не есть нет смысла и вообще есть когда во первых его надо искать постоянно крупных городах конечно много магазинов где можно найти фермерских либо какие-то можно найти специально какие-то веганские сыроедческие магазины конечно можно это все найти и использовать можно самому это выпекать есть старинные различные рецепты русские могу просто перечислить какие вообще бывают заварной хлеб вот солодовая с отрубями зерновой гречневый горчичный кукурузный яичный картофельный чесночный луковый то есть видите сколько различных вариантов и можно их перечислять вообще до бесконечности вот на хлебозаводах используется разный компонент и орехи туда добавляют сухофрукты различные семечки и травы и фрукты то есть много чего добавляют но это лишь какие-то компоненты для вкуса вот чтобы привлечь другие каких-то покупателей на руси конечно тоже хлеб изготавливали но на руси не всегда был хлеб боюсь вас сейчас обмануть но ну скажем 700 800 лет назад точно хлеба не было на руси вот может быть чуть раньше как бы тоже как и картофель и которые завезли у нас совершенно по-другому все это делали конечно делали до пшеница появилась другие культуры делали различные виды там хлеб хлебов там так далее вот возможно даже они по по-разному назывались выращивали злаковые культуры сушили хлеб на солнце зерном сушили вот выращивали на специальных почвах перемалывали через специально каменные жернова замешивать тесто из муки воды и живую закваску добавляли и выпекали хлеб в каменной печи также как вот наши предки да мы думают как же наши предки вот жили дадут там мясо кругом был еще что там в основном ели только фрукты и овощи травы зерновые бобовые и так далее каша различные то есть мясо редко ели потому что столько мяса не прокормить было то есть это тоже фантазия многих людей на самом деле так вот и все то мире в печках то есть на медленном англии длительно вот так же как и хлеб запекали когда при высокой температуре когда хлеб запекается считается что это вообще очень вредно канцерогены образуются есть мнение что даже гитлер специально дрожжевой хлеб придумал что травить людей том числе и наших русских людей поэтому хлеб еще является орудием хлеб а он для многих людей неотъемлемой часть жизни многие люди без хлеба жить не могут то есть едят хлеб едят хлеб макароны хлеб суп хлеб каша хлеб то есть везде хлеб то есть это как можно сказать как такой как наркотик уже сложившийся образ жизни что без хлеба люди не могут естественно сказать что не ешьте хлеб а ешьте все остальное наверное неправильно то есть если человек следить за своим здоровьем естественно смотрит что он кладет в рот поэтому хочет человек есть есть пусть ест вам если человек держит допустим здоровый образ жизни там он будет понимать разбираться почитают содержание этого хлеба какие компоненты доходит и уже будет выбирать этот хлеб другой хлеб один раз стоит заморочиться и уже следующий раз вы уже будете знать что вот этот хлеб стоит брать вот это я вообще есть не буду вот это я редко буду есть а вот этот самый лучший клепали найду где какие магазины вот есть лучше буду реже есть но был более качестве если бы сам печь будет и резюмирую вот эту полученную информацию каждый строит свою жизнь как он понимает сама целью нет у всем перейти на сравнение питание по программе зачастую в программе прописаны какие продукты человеку надо есть какой тип питания подходит и сколько лет переходить на это питание все мы это рассматриваем на своих консультациях если вы готовы то обращайтесь тип питания посмотрим подробно меню иногда бывает о продуктов не у всех конечно бывают вот и хлеб далеко не самый такой продукт который советует сущности кушать лучше есть все более натурально чем более обработаны продукты до чем меньше человек туда вмешивался тем более они полезны и так пишите свои комментарии вот пишите свои рецепты хлебов под видео более такие кто хочет делать кто много ел хлеба потом соскочил что с вами происходил какие изменения здоровья произошли есть диетические хлеба считается есть менее диетическим такие вот вещи я думаю что полезно многим людям будет чтобы все это написали потому что ваше знание вашего по тоже нам необходим и естественно подписывайтесь на наш канал пишите темы для видео всегда на связи удачи вам и побольше энергии до свидания